Всем привет! Сегодня у нас 31 декабря. Мы пошли на каток. Сейчас примерно 12 часов. И сегодня Новый год! Скажи, с Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем! В общем, наше утро начинается так. Мы идем кататься. Я, честно говоря, никогда в жизни не каталась. Сегодня у меня будет первый раз это. Сейчас покажу вам немножко каток. Участь то, что я живу в деревне, у нас есть маленький наш каток. Очень приятно. Это второй раз в жизни! Уже сменой это будет второй раз, когда она сейчас встанет на коньки. В общем, покаталась я чуть-чуть на коньках и поняла, что это не мое абсолютно. Я больше не хочу этого делать. Честно, лучше на роликах, мне кажется, покататься, либо на велике. Но коньки, честно, не мое это. Как бы 30 лет я не ходила на каток, и сейчас тоже не буду ходить. Сегодня у нас 31 декабря. Сейчас мы уже накрыли стол, уже нарядились, уже сидим ждем, когда у нас пробьют куранты. Мы все очень любим сидеть, смотреть, как наш президент будет поздравлять всех своих граждан. В общем, мы очень ждем, что 2021 год будет намного-намного лучше, чем 2020 год. Хотя, честно говоря, для меня 2020 год был очень хорошим. Я ничего плохого в нем не увидела. И то, что карантин во всем мире, он меня абсолютно не касался. И слава Богу. Поэтому всем я вам желаю хорошего настроения. И всех еще раз хочу поздравить с наступающим Новым Годом. Сейчас я вам покажу наш маленький скромный стол. У нас есть такая маленькая традиция, то, что на Новый Год всегда должен быть накрыт стол. Вы знаете, у нас были такие моменты, когда мы как-то не придавали этому значения. Или мы просто не хотели накрывать стол, как-то там заморачиваться. Либо мама приготовит продукты, салатики горячие. Но мы просто не садились и никогда не накрывали стол. И мы сделали вывод такой с сестренкой, с Эллой моей, то, что этот год будет не прям таким хорошим, не прям таким, знаете, классным вау. Поэтому, где бы сейчас я бы ни находилась, я всегда стараюсь накрывать стол. Ну, для меня это вот просто, вот просто, просто обязательно. Вот, пусть я не буду и кушать в 12 ночи, потому что я привыкла кушать всегда в 6-7 вечера максимум. Но я перед сном могу, там, перед 12 час ночи, могу что-то маленькое перекусить. А так, в основном, я, ну, сытно так уже на ночь не ем, не наедаюсь. Но символично, чтобы показать, что у меня полный стол, то, что я жду Новый год, то, что я постаралась, накрыла стол, это вот, честно, обязательно. Вот, поэтому сейчас вам покажу наш маленький стол. Вот, хотя я, честно говоря, я садиться ужиной так особо не буду. Сейчас сяду, просто чай попью. Нас всего лишь 3 человека, это я, Элла и моя дочка. Моя мама с моей семьёй остальной находятся у себя дома. Завтра мы пойдём к ней на 1 января. Поздравим их с Новым годом. А сейчас мы пока будем в такой маленькой, уютной компании. Сейчас ещё пойдём на улицу, посмотрим салюты, посмотрим фейерверки. И здесь зайдём к соседке в гости. В общем, поздравим с Новым годом её тоже. В общем, как-то вот так вот. Сейчас вам покажу наш стол и остальное смотрите дальше. И вот, собственно, наш стол. В общем, здесь у меня оливье, салат под шубой, картошечка, колбасочка, тортик такой, фруктики немножко и всё. Моя мама там наготовила всего столько многого. Она и манты сделала, и шашлык они сделали, и несколько видов салата, и подсолнух, и оливье, и винегрет, и крабовый салат, и под шубой. Ну, честно говоря, моя мама прям очень много с чего наготовила. Но для меня, я честно говорю, я не придаю значения такому, что, ой, там нужно целую кучу готовить. Особенно, когда у вас очень мало людей. Поэтому мне достаточно вот так вот всего по чуть-чуть, всего помаленечку, и классно. Вот так вот как-то. Вот в том году мы тоже в Тунисе так символично накрыли стол. Он у нас был такой маленький, аккуратненький, как бы ничего лишнего. Ну, потом ещё, конечно, свекровь ещё принесла всяких вкусняшек. Для меня она специально сделала кальмаров, там, креветок. Ну, было это очень приятно, потому что для остальных она готовила барана. А я баранину просто не ем. И вот она для меня постаралась, как бы, немножко приготовила тоже разных вкусняшек. Вот, за что я ей благодарна очень-очень-очень. Спасибо, что вы встретите свой Новый год точно так же хорошо, как и мы. О, как красиво было! А я ничего не увидела, не поняла. Блин, вот супер было! Ищите предсказания. Ещё, да? Тоже. Тоже. Ой, как классно! Мы взорвали хлопушку столько блёстков! Покажи дорогу! Ребята, всем привет, всем доброе утро! Сегодня 1 января, я иду в гости к своей маме. В общем, идём. На улице никого практически нету, хотя уже примерно час дня. Все, видимо, спят, все, видимо, отсыпаются. Мы, в общем, идём. Сейчас немножко покажу наш посёлок и покажу ёлочку у нашей мамы. Субтитры подогнал «Симон» В общем, вот такой у нас получился маленький Новый Год. Поздравляю вас всех ещё раз с Новым Годом! Спасибо за то, что вы посмотрели это видео до конца. Всего я вам желаю хорошего в Новом Году. И до новых встреч! Всем пока-пока! Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!